Всем здорова! Хотел бы поговорить о теме разогрева пищи и так далее. Всем известен вот такой вариант, но не для всех он удобен, в первую очередь, по бюджету. То есть здесь баллоны довольно дорого стоят. Вот, ну, наверное, это единственный минус вот данной конструкции. Поэтому я долгое время вообще, как бы, интересовался этой темой. Вот, ну, по этим горелкам понятно. Кто выбирает, сразу говорю, есть два типа с пьезоэлементом и без, то есть самостоятельное зажигание. Отличаются они диаметром рассекателя вот этого. Вот, ну и все. Бывают еще варианты там, где баллон подальше устанавливается, на такой трубочке, я забыл, как называется, прикручивается. Так, ну и баллоны разные бывают, разного объема. Вот. Самый простой и бич-вариант, это вот такой здоровый баллон. У меня такой есть. Ну, естественно, 5 литров, вот 5, по-моему, они идут объемом. Взять с собой это будет слишком. Мотоцикл точно такой не всунешь, машину еще можно. Ну, а за пешие походы, конечно, и говорить не стоит. Поэтому, друзья, лично я открыл для себя вот такой вот вариант. Около литра здесь, чуть-чуть побольше. Вот, вес вместе с горелочкой около, по ощущениям, 2 килограмм. Получается, если бачок будет полный, то есть, где-то будет около 3 килограмм. Даже может быть чуть меньше, потому что в килограмме, в килограмме где-то полтора-два литра газа. Это учитывайте. Вот такие у нас варианты получаются. Раз, два и три. Также есть бензиновые на жидком топливе какие-то варианты. Ну, пока мы о газе говорим. Конечно, газовая горелка, она исключает один момент. Это, наверное, романтика. Мы, в первую очередь, едем за какими-то эмоциональными ощущениями и так далее. Хочется костерчик, романтик. Но если ты идешь один куда-то, не всегда есть возможность сделать костерчик по каким-то причинам. Либо дождь, снег, слякоть, устали, не хотите вонять, и одежда будет более целая. Ну, в общем, понятно, кто понимает, о чем я говорю. В принципе, можно взять вот такой вариант. В данном случае, вот, довольно качественная горелочка на жидком топливе. Ну, также сюда внутрь можно открутить и в полость, куда заливается жидкое горючее. Можно положить твердое горючее. Это у нас будут такие таблеточки, кто знаком. Грелочка небольшая относительно. Верхняя часть откручивается. Можно без проблем. Вы видите, все компактно. И вот в таком разобранном состоянии она примерно как горелки Ковея, то, что я показывал. Ну, а по баллонам здесь более все экономно. То есть, заправили на заправочке. Там один литр сколько там стоит? 12 гривен. Вот здесь 1,2. То есть, вам заправляют литр. И 200 грамм остается на случай, ну, мало ли, нагреется газ и так далее. Ну, а бензиновые там какие-то примусы имеют ряд минусов. То есть, там, соответственно, испарения вонючие какие-то в палатке. Они коптят, за ними нужен уход. Надо чистить рассекатели. Газ в этом смысле более он практичный и экологичный, что ли. Вот такие дела. Все, друзья. Всем пока. Подписываемся на канал. Всем удачи.